МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Евгений Лавов, я глава проекта «Польни», мы занимаемся разработкой интерфейсов медицинской техники. Интерфейс вообще это такая штука, которая позволяет взаимодействовать, общаться человеку и машине. В качестве такого примера вернусь вам. Если вы подходите к линии и видите кнопочку, 100% уверены, это другое звонок. Если кнопочки нет, то вы не сможете мне позвонить, и вообще что с этим дальше делать, никому не понятно. Дело в том, что человек, в принципе, мыслить не любит. Лишний раз над чем-то задумываться никто не хочет. Это все энергозатратно. Поэтому в последние дни жизни мы действуем, как было сказано предыдущим оратором, по паттерну. С точки зрения дизайнера, интерфейс должен выглядеть как-то подобным образом. То есть все должно быть... Ну, правда, ничего не видно. Все должно быть замечательно, красиво, прекрасно организовано. Всякие красивые объекты, может быть, побольше. Всякие там индикаторы сердцебиения и прочее можно куда-нибудь подальше узнать. Они не сильно красивые, там, с качествами. Ну, кто-то умеет, не важно. Разработчики игр и приложений стараются, наоборот, действовать под человеком. И для них очень важна целевка. То есть старт аудитории, те пользователи, которые будут дальше работать с играми и приложением. Разрабатывая приложение, максимум предварительно задумывается над игровой механией. Ну, либо выиграется, как третьим. Затем, как бы, пунктную виртуальность, особенно важное определение аудитории. Это могут быть дети, могут быть женщины лет 45, могут быть мужчины, там, среднего возраста, например, Моталтек, 35-летний мужчина, это основная целевка. То есть идет работа под человеком. Если в приложении все сделано розыреньким, там, с понями, всякими мишками, то явно мужчины этим пользуются приложением. Ну, скорее всего, у них целевая аудитория, в данном случае, будет женщина. И производитель, разработчик будет терять денег, если не угадал с аудиторией. Инженеры, которые разрабатывают медтехнику, они же разрабатывают интерфейсы. Для них это происходит в качестве дополнительной нагрузки. Они делают высококлассные, высокоточные аппараты. Все прекрасно измеряется, все замечательно работает, надежно, классно проходят все испытания. Однако, они чаще всего не задумываются над тем, кто тоже действительно будет работать с их аппаратами. Они требуют от пользователей, фактически, такого же уровня владения техникой, как, собственно, и они сами этим владеют. То есть, они просто не задумываются. С другой стороны, пользователю не хочется ничего думать, не хочется читать инструкции, не хочется их запоминать, лишний раз задумываться. Ему просто хочется, чтобы результат появился по нажатию кнопки. Это идеальный случай. Но в таком случае, в принципе, если все выполняется по нажатию одной кнопки, от человека вообще можно избавиться. Достаточно, допустим, автоматической системы. Но к чему это все в совокупности приводит? Я думаю, вы все слышали о таком понятии, как вращебная ошибка. И вращебная ошибка является одним из таких ведущих факторов смерти. Действительно, врачи иногда опутаются, ленятся, могут ошибаться. Это происходит иногда и по их линии, и не по их линии. И как раз таки интерфейсы являются таким фактором, который, в принципе, является результатом действия врача или медсестры. Однако он никоим образом не является их виной в данном случае. Если циферный блок перепутан, цифры могут располагаться на приборах в совершенно происходном порядке, то в экстремной ситуации врач не по своей вине может нажать на эти цифры, вести не будет. В США, по данному идее, каждый год умирает всего 2,5 миллиона человек в среднем. Это вот вся вот эта вот, все вот эти вот человечки. А по вращебной ошибке умирают вот этих 2 столбца, синий как диалетный. Порядка 170-250 тысяч человек в обращенной ошибке умирает каждый год в США. Естественно, по Беларуси таких данных нет, никто не публикует, но, я думаю, процентное соотношение примерно соблюдается. А вот эти ребята, примерно 30 от всех, умирают по причине неправильного взаимодействия с аппаратом. Кроме того, неправильный интерфейс приводит и к денежным затратам впоследствии. Если прибор очень сложен в управлении, то медсестрам и врачам приходится дольше учиться им пользоваться. Понятно, что у нас рабочая сила в виде врачей и медсестер крайне дешевая, фактически бесплатная. Но на Западе, если так посчитать, зарплата порядка 80 тысяч долларов в год, ну и неделя простой на обучение. Для больницы стоит серьезных денег. 20 таких врачей ушли на обучение в год, мы уже купили фактически аппарат этих пациентов. То есть, это дальше ложится на плечи уже потребителей в медицинских услугах. Как в виде платы за лечение, так и в виде платы со страховкой, которая тоже дорожает, допустим, этих расходов дополнительно. Рассмотрим основные примеры ошибок при проектировании интерфейса медицинской темы. Основной проблемой является перегруженный главный экран. Это проблема номер один. Когда пользователь начинает свое взаимодействие с машиной, он видит вот такой вот шикарный экран. Здесь не очень хорошо, конечно, видно, но, поверьте, мне лучше. С огромным количеством каких-то кнопок, элементов, показанных зачем-то еще раз этим аппаратом, на котором висит этот дисплей. Ну, как будто человек подходит к аппарату, на нем висит дисплей, и он не понимает, что происходит этого аппарата. При этом можно было разместить что-то более полезное. Вообще, антропологи говорят, что человек может взаимодействовать и оперировать примерно с пятью-семью элементами. То есть, он в голове, в уме может держать это время столько значений. Здесь же оно по около двадцати. То есть, около двадцати различных показателей. Естественно, пока мы прочитаем нижний ряд, мы уже забыть о том, что было верно. И нужны ли они здесь? Может быть, стоило как-то организовать по-другому? В игрок же все происходит намного проще. Главный экран настроен таким образом, чтобы человек, который пользуется этим приложением, сразу понял, что ему можно дальше делать. Даже не задумываясь. Он видит кнопку плей, тут же нажимает, он хочет играть. Разработчику нужно, чтобы человек играл в эту игру. Чтобы он смотрел рекламу, тратил деньги на какие-то внутриигровые покупки. Ну и всячески был увлечен этим процессом. Следующая проблема – это непонятные символы. Иконографика в миотехнике – это просто огромная беда. Но это фактически можно даже, не знаю, какие-то загадки, тесты подводить. Хорошо, что здесь есть хоть какие-то подписи. Но зачастую экраны в миотехнике очень маленькие. Непонятно по какой причине, но их стараются брать как можно более дешевые и мелкие. И подписи там никогда не врезают. В итоге, ну тут еще можно понять, что тут вроде как плот нарисован. Здесь вроде как печень. Но что такое бегущий гепард? Ну извините, это уже огромная загадка. Это выдержка из инструкции к одному из аппаратов, в которой дается перечень всех иконок, которые возникают. Ну, загадка наша за тренируется у медэксперта. Что объединяет… Представьте, что вы медсестра и не знаете, как вы видите, что там медсервы, например. Какие-то щипцы и весы. Что между ними общего? Что делает эта кнопка или что значит этот символ? Какой-то экскаватор ломает облагорию. Зачем делать такие иконки? В то же время в играх вся иконография строится таким образом, чтобы человек сразу понимал, что нужно делать дальше. Или что от него требуется, что у него есть в наличии. Это игра про выживание в зомби-апокалипсисе. Понятно, что нам нужны какие-то деньги для каких-то покупочек. Еда, топливо, тут канистры нарисованы. И какие-то изумрутики, которые не в игре, вы без этих изумрутиков, которые человек подбирает. Пистолетик. Тут же эти пистолетики показаны, кнопочка назад. Все очевидно. Не нужно заранее читать никакие инструкции. Уже понимаете, что у вас есть. Следующая проблема – сложность слежения за показателем. Чаще всего встречается такой момент, что важные данные показываются мелко, а второстепенные – крупно. Например, на этом аппарате УЗИ Сименс. Вот реальный размер УЗИ изображения. Он занимает четверть экрана. Динамические данные важны. Меньше, чем кнопки. При этом кнопки всегда находятся на одном и том же месте, на них всегда написано одно и то же. Они всегда работают одинаково. Динамические данные меняются постоянно. За ними тоже следить. Ну, подумаешь, на маленьком экране не заметили у вас ран. Через три месяца он у вас подрастет и вы его прекрасно увидите. Ну, это спиншот Дума 3, где геймплей развернут на весь экран. Пользователь видит все игровое поле. Он прекрасно может следить за событиями. Но даже вот при таком качестве изображения, я думаю, уже прекрасно понятно, что вот у вас оружие, вот у вас прицел. Вы легко увидите врага. Весь UI, то есть весь интерфейс, минимизирован, но до такой степени, чтобы вы все-таки его видели. И не напрягайте это делать. Он вас не отвлекает, но он есть. Еще одна проблема – это отсутствие логики при формировании экранов и компоновке элементов. Чаще всего элементы просто набрасываются от ЛД. Не систематизируя, не задумываясь над тем, что какие-то элементы можно убрать или как-то скомпоновать иначе. Но это как раз-таки один из актуальных скриншотов техники. Это аппарат для облучения ультрафиолетом различных областей. То есть вот у нас есть список программ. А настройки и обслуживание зачем-то вынесли на отдельный экран. При этом эта стрелка на первом экране нас как-то подбадривает. Посмотреть, что же там еще есть в этом аппарате. И каждый раз отвлекает. Ну, можно было просто взять эти кнопки, перенести их сюда, уменьшив вдвое. Никто не лазит каждый день в настройках. Аппарат настроили, запустили и все прекрасно дальше работает. Нужно провести обслуживание. Ну, ради бога, проведите его там раз в месяц или как он по регламенту. Это скриншот из самороста. Вот даже, в принципе, здесь видно. Все важные элементы сгруппированы по центру, группно и игроку в процессе игры понятно, что с ними делать. В то же время кнопочка настроек, яркости, сохранение загрузок, они все убраны так пониже, не отвлекают, но их никто не избегает. Еще одна важная проблема, это фактически в каждом аппарате встречается выдача сообщения об ошибке в виде хода без пояснений. Просто эрор 43 какой-нибудь выскакивает. Ну или как здесь, в этом аппарате для ЭГГ, вот у вас три ошибки за что-то красненькое повечено. Наверное, пациент умирает или нет, но вроде что-то происходит. А если этот окошко выскочит на весь экран, у вас будет эрор 43 и кнопочка ОК. Но нажмете на этот ОК, что пациент умрет, или что вообще делать дальше? Почему не сделать, как вот в Diablo 3, окошко, которое будет выскакивать, на котором будет написано, что сервера в данный момент, например, заняты, подождите немножко, ничего страшного, или батарейки у вас там через час сядут, учтите это, ну и ОК. Потому что, если возникнет какая-то важная ситуация, врач, медсестра, они не поймут, что же сильно происходит. Стоит им бежать за помощью, стоит вызывать службу поддержки, или это все можно решить на месте, там, провод, это что? Следующая проблема – отсутствие элементов остановки пауза процесса. Ну, либо они чаще всего бывают каким-то хитрым образом запрятаны, как вот там Mortal Kombat в виде комбо, когда нужно нажать подряд несколько кнопочек, или произвести какое-то хитрое действие. Очень часто встречается такая штука, как нажатие на кнопку включения на 3 секунды, для того, чтобы остановить процесс. Представьте, у вас пациенту вводится какая-то доза какого-то лекарства, он там бьется в корчак, вы стоите и ждете 3 секунды на кнопку, пока этот процесс не остановится. Почему это не вынести в виде отдельного элемента, в виде кнопочки? Ну, в играх еще иногда делают паузу по нажатиям на меню. Вы всегда можете остановиться, пойти в туалет и вернуться, и продолжить. Если у вас, допустим, в стерилизаторе что-нибудь задымилось, там, гряпку какую-то не так засунули, почему нельзя сделать нормальную установку? Приходится врачам, медсестрам выдергивать шнур питания, там, искать бумблер, а бывает такое, что все шнуры вводнуты примерно рядом, и угадай еще, какой из них выдергивать. Распространенная проблема также – это авторизация после каждого цикла операции. Но авторизация – это не только ввод данных пользователей, это еще и ввод необходимого количества лекарств, необходимого воздействия какого-то, каких-то требований к процедуре. И по завершению цикла все начинается заново. Видите, пожалуйста, снова, кто вы, какой пациент, что ему нужно. Это же решается достаточно просто. Залогинились один раз, ввели нужные показания, по окончанию процесса можно спросить в следующий раз – повторить предыдущее значение, либо начать заново. Ведь пациентов таких может быть, ну, легко по больнице пять, и у каждого стоит свой аппарат, и каждый аппарат применяется на одном цикле три раза в день. Итого медсестра теряет, там, по лишних пять-десять минут на каждом, полтора часа на лучших чек купила, не такая злая. Ну, в играх все достаточно просто. В один раз залогинились, и пока не разлагиньтесь, либо пока не совершите какую-то покупку в магазине у вас, не спрашивают дополнительную авторизацию. В целях безопасности в метельнике тоже это можно учитывать. Ну, в принципе, на этом у меня все. Спасибо. Давайте просто перед самым вопросом. Дум, точно перед этим был. Спасибо за документ. Такой вопрос. Есть ли такие театры, которые сейчас используют в медицине, и их можно использовать в геймдеве? Вы имеете в виду, допустим, у вас был доклад про слова, какие театры в геймдеве можно использовать в медицине, А есть ли, наоборот, какие термины в медицине, которые вы сможете им держать? Вы имеете в виду элементы иконок? Элементы интерфейса, да, условно. Терминология вся на одной этапе. Потому что такой вот специализации, как разработчик интерфейса в медицинской технике, ну, лично я не нашел ни в одном университете мира. То есть такой специализации нигде не готовят. Поэтому, если этим кто-то когда-то и занимается, из привлеченных ребят, это, как правило, разработчик именно приложений и игр. Соответственно, вся терминология, она та же, там, табы, бары, бобабы, все то же самое. По иконкам, ну, конечно, медицина, это такая своеобразная область, но я думаю, хотя бы в определенной стилистике, проведя необходимые испытания на пользователях, это обязательно. И еще можно пояснить, что у нас там был спешотик из Дума. Это да, я спешотик вниз третьего, думаю. В 2016-го, я просто на старой банке. Третьего не играл. Ну, то есть мы перегружить не будем. Ну, да. Да. А вот еще вопрос. Вы говорили, что человек воспринимает по 5-7 элементов примерно. А что, если элементов много, и, по сути, приходится их группировать все в более глубокие директории? По глубине есть какие-то ограничения? Ну, обычно не больше трех слоев. Не больше трех. Не больше трех. Но группировка сама по себе, она очень полезна. Если ты группируешься настройки и обслуживание в одну область, основные операционные данные, в другую, то пользователю уже проще. Ему надо что? Работать. Он смотрит на область работы и уже выбирает там из 5 элементов. А если, например, получается больше глубина, но чтобы ее уменьшить, можно ли тогда увеличить не 5 элементов, а, например, 9-11 элементов? Вот эти вот вопросы решаются на испытаниях, на тестировании. Постоянные и теративные испытания, при этом каждый раз группу испытуемых нужно менять, чтобы пользователи не привыкали к интерфейсу. Не надо испытывать на своих друзьях. Ну, в первых случаях еще можно, однако я думаю, что когда вы свои проблемы прожужжали все лучше своим друзьям, они будут с вами согласны на все. А сколько тестировщиков вообще? Можно посмотреть рекомендации FDA, это американские, типа Минздрав, служба сертификации. Они рекомендуют, по-моему, порядка 50 человек. Спасибо. Ну, там есть более подробные данные. Вы говорили про организацию, что можно было, если хотите, выбрать. Авторизация, как правило, это проблема в том, чтобы защитить от внешнего выбирательства. То есть, например, посетительства. Можно поговорить о чрезмерной опеке. То есть, вы представляете, мама, которая слишком сильно вас контролирует, не система, которая вас слишком сильно контролирует. Лучше избегать этих проблем. То есть, нужно ограничиться каким-то необходимым количеством. Если врач пришел, авторизировался по паркоду, либо ввел какой-то пароль, то, я думаю, в течение там лишних минут пяти его не стоит беспокоиться. Даже если он отменив процесс и начал залог. Ну, посмотрите на банкоматы, как там это реализовано. Там максимальная безопасность. Тем не менее, на каждом шагу вас не спрашивают. Скажи, пожалуйста, я, конечно, понимаю, какие утефы рассчитаны на молодое поколение. Почему? Я уже знаю. А все же, дискообороны и примеры с трудных трудов в приватии, это профессионализм, дискообороны, да? И вам кажется, что переносились даже так, вот он был закладывал всем известный интерфейс, из игр в дискообороны, чем у нас такими-то проблемами. А вот он был в самом деле в этой ситуации, когда вдруг пришел с батушкой и увидел заставку DOOL на аппаратическое посвящение батушке. Да, есть. И, к примеру, он сказал, что играть, сажать на эту работу. А мне кажется, что на этих словах закрытый смысл в том, что человек, который не относится к этому оборудованию, не должен там ничего нажимать. У меня есть предложение. Во-первых, если вы работали со студентами или детьми, вы знаете, что все равно, как это выглядело, если там можно понажимать, я не понажимаю. Во-вторых, если вы покажете вашей бабушке такое, она этим портится не уйдет. В-третьих, мы не говорим о стилистике, там какой-то замечательной, красивой, как он в последнем DOOM или в CAD-ZERO, мы говорим о подходе к проектированию интерфейса. Если ваш прибор настолько схожен в пользовании, что им может пользоваться только специально обученный человек, представьте, как тяжело организация потом усправится от этого человека, потому что стоимость обучения следующего не может быть выставлена уже пару ночей на цене. Я понимаю, я не могу говорить, что это не какая-то медицинского оборудования. Вы получили примеры, наверное, относимых устройств. Стоимость для ЧС пришел бы с разъединениями относимых устройствами, которые разрабатывают те вчерашние студенты, достаточно молодо смотрящие люди, но они, как правило, такие, как «Окровенные» для жизни. Основная проблема – это производители, достаточно крупные, как «Сименс», «Филипс». Они где-то, конечно, заказывают у контракторов, но, как правило, и контракторы – это мужчины, реабилитеристики, которые… Ну, они классные инженеры, да, но интерфейсеры, они покажутся, что вот эта вся графика, вот эти вот UI – это что-то вообще, что это такое? Ну, противно это вообще само просиливать. Но это необходимо для того, чтобы спасать жизнь. Мы не говорим о красоте, в первую очередь, мы говорим о удобстве и инкультивности. И выгодно в приложении сейчас максимально инкультивность. Я думаю, что я вместе с вами буду сказать, что… А по авторизации, скажите, что если проводят… Если произведена стандартка, в которой устроится всякая оборудование подобного рода, да, когда все эти какие-то стандарты… Которые касаются производства этого оборудования, и там, в принципе, может быть, уже стандарты заложены, что на стадии такой-то нужна авторизация. Через какое время опять нужна авторизация, потому что от этого зависит одна человеческая жизнь, как надо. Естественно. Но мы сталкиваем, допустим, с аппаратами для инфузии – это как автоматические капельницы. Но, честно говоря, там очень много разную реализуют. Где-то спрашивают, где-то не спрашивают. Естественно, если есть какой-то стандарт, то вы обязаны им с этим. Ничего не понятно. Но бывают такие вещи, как, допустим, стерилизаторы, вот эти вот аппараты для облучения ультрафиолетовыми другими видами воздействий. Там надо, чтобы процесс прошел год и долг. Спасибо за вас. Сейчас проводится бассейн. Спасибо. Есть такая проблема обучения, да. Бывает такое, что аппараты производятся по 15 лет, и у них эта фейсия не является такой целью, чтобы не переобучать персонал. Но, тем не менее, это как раковый опухоль или инфекция распространяется дальше и дальше и дальше. И если вы продаете новый аппарат, вы все равно проработаете обучение. Вам платят за это деньги. Нельзя продать целью больницы аппарат, не проведя обучение персоналу. То есть, если вы все равно проводите обучение, почему не сделанного аппарата? Вопрос такой вот. Откуда-нибудь из других характеристик программ везде доберутся какие-то удобные концепции, какие-то консепции, то, что цель на критику. Ну, допустим, из авиации. Там есть концепция, когда не светится ничего, что не должно напрягать, а подсвечивается, подсвечивается, не кажется, только ошибок, аварий, то, что переводит. В целом, подсматривайте. Откуда-то? Естественно, приходите подсматривать. Дело в том, что со всеми аппаратами, с любым автомобилем, с микрономом или телефоном работает человек. Человек во всех ситуациях, в принципе, действует примерно в одинаковом патент. Если он видит что-то красное, то из своих игроков знает, что это какая-то опасность, либо остановка. Ну и так далее. То есть, почему мобильное предложение? Потому что область на данный момент, на текущем этапе, она находится на самом переднем краю. Конкуренция высочайшая. Если человек начинает, как играть в игру, а таких игроков на уровне 5, он в эту игру пойдет в следующую, что сделано хорошо. Но как раз таки вот эта эволюционность, на данном случае, она работает просто замечательно. Если это самолёт, то пилоты просто ставят без факта, но спектр считает, что так будет. Проводили не выручивать. Вопрос еще. Вам не нравится, что если чрезмерное упрощение интерфейсом используемых, если мы сделаем это опасно, когда мы играли в игру, мы не очень задумывались менять решения. потому что последствия, которые могут привести, они идут в связи с не серьезными. Но в свою очередь, если все очень просто и инъективно понятно, то есть если он с техними, то есть человек тоже может с трудностью работать, задуматься не очень глубоко над этим, и это может привести более серьезные вещи. У меня есть ответ. В Британии недавно проводили исследование по больницам. Дело в том, что всякие события, ошибки, они выдаются не только в виде какой-то графики, но еще и в виде звуков. И каждый аппарат считает необходимым издавать звуки, писки при каждой ситуации. То есть пользователя постоянно отвлекают. Это точно так же переносится и на графические элементы, и на какие-то глубинные действия, то есть вот эти глубокие ПТ. Его постоянно заставляют задумываться. Когда человек постоянно издает какой-то звук, когда он постоянно слышит, вы не обращаете на него внимание. И как раз таки, чем реже вы даете ему событие, тем более внимательно он будет относиться. Метельник, в принципе, это область такая достаточно простая аппаратура вся, ну, мы не будем брать там того графика, хотя и там весной сложим. Это, как правило, аппарат какого-то одного действия. Стерилизатор, он нагревает и дает ответ. Аппарат УЗИ, он просто собирает данные и выводит на экран. Там нету каких-то глубоких, длинных, широких событий. Не надо отвлекать человека лишнего действия. Скажите, пожалуйста, Вы написали интерфейсы всякими конфигурами. Посмотрите, все эти недостатки были описаны еще 40-40, когда в этой части. Почему? Видимо, причина лежит следующая. Поскольку человек, который принимает решение о покупке аппарата, это не медсестра. Это либо управляющая больница, либо управляющая комплексом больницы, как у нас, например, биометехника, которая отвечает за данные законы. И никто не задумывается о том, кто будет пользоваться аппаратом. Если по паспортным данным аппарат соответствует требованиям и на практике он прошел испытания и им соответствует, ну, прекрасно. Но о том, что дальше это приводит к дополнительным затратам на обучение, на простой, на повышение стоимости услуг для пациентов, на повышенной вероятности или смерти, ну, это все выпускают. То есть, ну, как бы с одной стороны линейкс, с другой стороны оторванность влияет, энергость, ну, тут конкуренции как ты думаешь, очень мало. Но проблема есть. У нас сначала вопрос. Можете поговорить про человека на массовой вероятности или на массовой вероятности 7 лет? Ну, Ну, если нужно на обычную новую информацию. поиск или сделать просто поиск, допустим, поиск, поиск там, я не знаю, я не знаю, чего-то самое с одним, но поводится в определенную вероятность систематически, типа такого. Ну, понимаете, то, как бывает и то, как должно быть, естественно, сходится не всегда. Нельзя сделать одну кнопку сделать все хорошо, к сожалению. Но мы же ничего не можем сделать с человеком. Если он физически, биологически способен на такое количество элементов. Но надо искать какого-то уникума тогда и обучать специально. Но таких людей очень мало. Нейрохирургов, например, которые могут выполнять тончайшие операции руками. Ну, в мире там, я думаю, тысячи, не больше. просто так задуматься. Ну, просто так задуматься. Ранее я не знаю, что это все цена диагностического наоборот, не вращения не всего. Просто если там, где реально менять жизнь безус? Ну, что это степень защиты от вращения? Да. Каждая степень защиты отнимает время. Да. Она отнимает время. А во время операции хирургу зачастую доли сегода и фишки. и зачем отвлекать его лишней авторизации принятия действий? Мы показали, он должен принять действие. Чем меньше мы показываем вариантов, тем ему легче принять его решение. Ну, это уже специалист по наварке инфекции тех, кто помнит обучение и недавно. И недавно. И недавно. Ну, есть интерфейс для Азии, мира, государства и Европы, Америка. И я два раза сказать, на ваш взгляд номер один в интерфейсах медицинских кто такой компании в интерфейсах в интерфейсах спасибо. Так, отличие 1. В иконографии, безусловно, отличие есть. У китайцев с их азбукой имеется прекрасная возможность выводить кучу смысла на маленьком объеме. Вот. Но, честно говоря, более детально я не овладел этой информацией, не работал с азиатами, не сталкивался. По поводу того, того, техники сейчас по интерфейсам номер один, сказать, честно говоря, я не берусь. Потому что субъективно я могу сказать у кого очень плохо. Очень плохо у Сименса, очень плохо у Филлипса, очень плохо у японцев с аппаратами Сакура Си, стерилизаторы и профессиональные медицинские оборудования. Ну вот в Сакура просто рекомендую загуглить и посмотреть на это чудо. Давайте. Такой вопрос. Скажите, какие есть общие подходы, если у вас какие-то им нужны информация и кнопки и всем таким. Какие есть подходы и кнопки чтобы человеку было проще пользоваться? В первую очередь нужно сгруппировать элементы от которых вообще можно избавиться. Зачастую часть кнопок никакого смысла здесь вообще не имеет. То есть это какие-то настройки, опять настройки предупреждений, там какой-то визуализатор для стерилизатора зачем он нужен. То есть отталкивайтесь от того, с чем может работать человек, пытайтесь минимизировать его внимание. Используйте цветовые решения для дифференциации. Более важные события показывайте более яркий контраст. Все, что второстепенно убирайте на второй план делаете меньше. Но нужно постоянно проводить испытания. Ну и смотрите на то, как сделать текст, то делать-то хорошо. Присмотрите, подсматривайте. Большего вопросов нет? Спасибо. Спасибо. за субтитры и